Банда педофилов, главный источник популярности ультраправых. Анушчак Ильян. Неуста Тесьман, Великобритания. 28 марта 2018 года. Главный прокурор Нази Равзал предупреждает власти и причастные к уличным домогательствам сообщества делать больше для их предотвращения, иначе положение ухудшится. Нази Равзал, бывший главный обвинитель по делу об организованной сексуальной эксплуатации детей в Тилфорде, также контролировавший похожий процесс против уличных педофилов в Рочделе, объясняет Анушчак Ильян, почему эти преступления остаются незамеченными, и как с ними бороться. Насколько распространены случаи уличной педофилии? Я вошел в состав обвинителей по делу о педофилах в Рочделе в 2011. Еще до этого, когда я был главным прокурором в Лондоне, я знал о значимости этой проблемы и о том, что она не привлекает должного внимания. Само собой, теперь у нас на руках Тилфорд, Ньюкасл, Петербора, Шефилд, Раттерин, Аксфорд, Бристоль. Если вы видели фильм BBC «Три девочки», в самом конце они перечисляют 16 крупных и малых городов, где были проведены судебные процессы. Мы знаем, что эта проблема крайне распространена. Куда ни посмотри, стоит перевернуть пару камней, и вы обнаружите подобные преступления. Что общего есть в этих процессах? Почти 10 лет назад мы обнаружили, что все не происходит с участием групп мужчин, занятых в ночной экономике, работающих в такси, доставляющих еду и прочее в этом роде. Там и скрываются эти хищники. Они не формируют банд того рода, который характеризует организованную преступность. Связь между ними достаточно поверхностна. Во многих уголках этой страны есть уязвимые маленькие девочки, о которых никто не заботится. Им нужно тепло, транспорт, еда, успокоительные вещества. Где они это найдут? В ночной экономике. Такие девочки – легкая жертва для жестоких мужчин. Их легко найти, и зачастую через них хищник выходит и на их друзей. Эти мужчины пользуются провалами служб помощи детям и подросткам, в последнее время усугубившимися из-за недостатка финансирования. Хорошая программа отменяется из-за нехватки денег. К примеру, раньше у одного городского совета был автобус, ездивший по ресторанам фастфуда вечером и искавший девочек в зоне риска. Люди работают молча. О происходящем было известно, однако эта информация не распространялась. Такая рабочая этика – часть проблемы. Снова и снова люди не распространяются об известных им событиях. Это вопрос недостатка компетентности, а не злого умысла. Куда легче свалить все на какой-то заговор, чем просто признать, что кто-то не справляется со своей работой. Я сталкиваюсь с этим сплошь и рядом. Зачастую жертвы даже не считают себя жертвами. Из-за недостаточного полового образования в школах этим мужчинам удается убедить девочек, что у них с ними нормальные любовные отношения. Помню, в процессе порочь делу одна девочка продолжала называть одного из обвиняемых своим молодым человеком. Никто не объяснил ей, какие отношения являются нормальными, а какие – нет. Есть множество очень смелых, невероятно сильных женщин, готовых поделиться своим опытом. А мы так мало делаем, чтобы их выслушать. Как можно улучшить положение пострадавших и возможных жертв? Многие из них состоят на учете в полиции за преступлений, к которым их принудили, нам следует очистить их судимости. Это нужно для их возвращения к нормальной жизни. Я считаю, что жертвы заслуживают компенсации за то, что они пережили. Кроме того, им нужна дальнейшая поддержка на протяжении всей жизни, которую они не получают. Таксисты в Ковентри учатся опознавать признаки домогательств. Это входит в число требований при получении лицензии. И я работаю над тем, чтобы это осуществлялось на практике. Почему так не делается по всей стране? Почему мы не требуем схожей подготовки от сотрудников ресторана фастфуда? Недавно я обнаружил, что подобная подготовка проводится в Нью-Касле. К сожалению, она осуществляется исключительно добровольно. Те, кто действительно должен ее пройти, ее игнорируют. Так что покуда не будут введены обязательные уроки для работающих в ночной экономике, ничего не изменится. В области отельного бизнеса есть две крупные сети, которые работают над выявлением находящихся в зоне риска молодых людей, и информированием соответствующих служб. Почему этого не делают все остальные? Нам известно, что хищники приезжают в дешевые отели и прочие подобные места, чтобы осуществить надругательство над жертвой. Всем все известно, однако эта информация не находит практического применения. Также мы не пользуемся тем, что известно сообществом. Большинство жертв – белые девочки, однако есть они и среди восточных меньшинств. Сразу после того, как я участвовал в процессе в качестве обвинителя по делу банды в Рочделе, я снова стал обвинителем против ее главаря за его домогательство до девочки, принадлежащей к той же этнической группе, что и он сам. Это дело не привлекло общественного внимания, однако в результате он получил 21-й год тюрьмы. Так что среди восточных меньшинств тоже есть жертвы, однако из-за их понятия чести, стыда и того, что зачастую их обвиняют в произошедшем их же семье, они не рассказывают о произошедшем с ними. Так что нам следует учитывать, что существуют жертвы, которые еще реже докладывают о своих проблемах из-за давления со стороны своих семей и сообществ. Мы едва копнули происходящее, и меня крайне беспокоит то, что каждый раз, когда все это попадает в новости, происходят две вещи. Во-первых, все это главный источник популярности радикальных правых в этой стране. Если зайти на любой ультраправый сайт, банды педофилов используются для набора новых активистов активнее, чем теракты ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, примечания редакторов. Так что нам следует с этим бороться, и под нами я подразумеваю всех, как наиболее пострадавшие сообщества, так и те сообщества, которые несут за это наибольшую ответственность. Во-вторых, нам следует вмешиваться куда раньше, а также проводить программы по работе с преступниками. Многие из них все еще считают, что не сделали ничего дурного. Многие из находящихся на свободе тоже полагают, что в домогательствах нет ничего неправильного. Как можно предотвратить это в будущем? В будущем нужно куда больше делать в работе с преступниками, реальными и потенциальными. Само собой, это подразумевает образование на ранних этапах. Слишком часто мы тянем до старших классов перед тем, как начать объяснять ученикам важность равноправия полов и учить их правильным отношениям. Мы должны начинать рассказывать им о вредоносном поведении и ожидающих их опасностях в возрасте 5, 6, 7 лет. Сохраняя молчание, мы лишь закладываем фундамент для будущих проблем. Мы должны ввести законодательное требование сообщать о домогательствах до детей. Если вы видите, как кто-то стал жертвой домогательств, вы должны быть обязаны об этом сообщить. Власти оправдываются, что против этого выступают социальные работники. Меня это не удивляет. Ни правительственные организации выполняют колоссальную работу, и есть множество благотворительных групп, которые помогают выявить жертв и возможных преступников. Однако они не получают должного финансирования и работают за гроши. Что вы ответите тем, кто указывает на этническую принадлежность преступников? Большинство детей и подростков подвергаются домогательствам в своих же семьях. Нам не следует об этом забывать. Вторая самая многочисленная группа жертв – те, кто подвергся домогательствам онлайн. Сегодня можно заплатить несколько пенсов, и посмотреть в режиме реального времени, как где-то в мире насилуют ребенка. Третья самая крупная группа – жертвы общественных институтов. К примеру, нам известно о происходящем в религиозных учреждениях, церквях, мечетях. Нам также известно о футбольных клубах и клубах дзюдо, о том, что происходит в BBC. Проблема у личной педофилии – самая малая, хотя и значительная, мы говорим о тысячах жертв. Она самая малая по сравнению с тремя другими областями. Более 80% педофилов – белые британцы. Когда я был прокурором в деле Стюарта Холла или Макса Клифорда, люди не обсуждали их религию или национальность. В их случае это не имело значения, не имеет это значения и в случае подавляющего большинства преступников. Я всегда говорил, что национальность у личных педофилов – часть проблемы. Мы не можем притворяться, что это не так. Устройство ночной экономики – одна из проблем, но не главное. Главная проблема – уязвимость маленьких девочек. Главная проблема – то, что они никому не нужны и никем не любимы. Их никто не поддерживает, помогающие им неправительственные организации не получают должного финансирования, как и детские службы. Однако этническая принадлежность является частью проблемы, и я считаю, что сообщества меньшинств делают недостаточно. Несколько месяцев назад я был рад, когда меня пригласили в организацию «Мусульман Манчестера», одним из четырех приоритетов которой является борьба с педофилами. Это – редкость. Большинство сообществ предпочитает молчать об этой проблеме, осуждать меня за ее упоминания, но покуда вы с этим не боретесь, вы даете амуницию всем ксенофобам. Так почему мы не решаем проблему, которая может быть решена? Нельзя руководствоваться одними только предположениями о том, чем руководствуются эти мужчины. Нам нужно проводить более тщательные расследования причин, по которым они стали преступниками. Также, как мы изучаем причину уязвимости жертв, власти часто обвиняют в том, что они боятся действовать из-за политкорректности. Что вы об этом думаете? Я не видел тех, кто боялся бы чего-то подобного. Я устал видеть, как никто не опровергает этот миф. С этими делами сложно работать. Слишком часто жертвы считают злодеем обвинителя или следователя, который пытается расстроить их отношения. Проблемой является также недостаток компетентности, люди не знают, как проводить эти дела. Им следует отложить свои стандартные процедуры и бумаги. Несомненно, некоторые не хотят оскорблять определенные сообщества, однако эти некоторые, в меньшинстве. Большинство не справляется с проблемой потому, что эта проблема исключительно сложна.